Всем привет! Вы на канале ТОПАРМИ! Советских самолетов. Например, Су-35, МиГ-29СМТ и ТУ-22М3М. Но по мере развития ВВС у вероятных противников, российский оборонный сектор все больше вкладывается в разработку самолетов нового поколения. Многие из этих амбициозных проектов, похоже, созданы с нуля. ПАГДА. Итак, первый и единственный невоображаемый в этом списке перспективный ракетоносец ПАГДА. Его обозреватели характеризуют как ответ России на американский Б-21 Райдер и китайский H-20, а также достойного преемника ТУ-160М. Ожидается, что он совершит свой первый полет не позднее 2025 года. Автор утверждает, что бомбардировщик будет использовать широкий спектр боеприпасов, в том числе гиперзвуковые баллистические ракеты. Остается неясным, сможет ли он выполнять тактические функции, такие как охота за кораблями и использовать ракеты воздух в воздух, как это сможет делать американский Б-21. Чтобы восстановить явное качественное преимущество России в этой области. МиГ-36. Под ним автор подразумевает усовершенствованный вариант среднего истребителя МиГ-29 с возможностями радиолокационного уклонения. Предполагается, что в самолет будут интегрированы многие технологии из МиГ-35. Это истребитель поколения 4++. Проект, по мнению эксперта, напоминает программу Boeing F-15 Silent Eagle, нацеленную на превращение самолета в невидимку. Вероятно, МиГ-36 унаследует двигатели МиГ-35. Мощный набор датчиков, низкие требования к техническому обслуживанию и доступу к выприпасам следующего поколения, таким как гиперзвуковая ракета ИР-37М. Акцент на скрытность может сделать истребитель особо привлекательным для зарубежных клиентов. МиГ-41 – это гипотетическая модель по версии автора, концептуально осочетает в себе преимущества советских перехватчиков МиГ-25 и МиГ-31, но значительно совершенствует их за счет технологий следующего поколения. Достоинством МиГ-25 была способность работать на экстремальных скоростях, превышающих Тримаха, и на высотах, приближающихся к 30 км. Это делало его почти неуязвимым для подавляющего большинства зенитного оружия и позволяло запускать ракеты класса воздух-воздух с добавленной кинетической энергией. Самолеты были идеальными для перехвата вражеских бомбардировщиков и летающих разведчиков, таких как У-2 и СР-71. МиГ-31 не был способен достигать таких скоростей и высот, зато обладал чрезвычайно мощным набором датчиков и богатым арсеналом боеприпасов. Он мог с высокой точностью поражать цели на экстремальных дистанциях ракетами ИР-33, предназначенными для перехвата не только самолетов, но и крылатых ракет. МиГ-41, полагает автор, будет гиперзвуковым самолетом, способным превышать скорость в 5 маха. При этом его оснастят очень мощными датчиками и дальними гиперзвуковыми боеприпасами. Самолет сможет работать на высотах, значительно превышающих высоты МиГ-25, летать в ближнем космосе и угрожать вражеским спутникам. Су-60, российский истребитель нового поколения Су-57, был запущен в серийное производство в июле 2019 года, а усовершенствованные прототипы прошли боевые испытания в Сирии. Однако многочисленные заявления российских военных источников, в том числе Министерство обороны Российской Федерации, указывают на то, что программа Су-57 рассматривается как дорогостоящая инвестиция, а значит ее базовый самолет будет значительно улучшен в ближайшие годы, поскольку технологии следующего поколения продолжают развиваться. Самолет задуман как истребитель превосходства в воздухе шестого поколения, способный значительно опережать нынешнюю конструкцию Су-57. Здесь журналист подводит аналогию с Су-35, который был введен в эксплуатацию в 2014 году и стал намного более совершенным, чем Су-27, ставший его основой. Судя по прецедентам, установленными другими российскими истребителями, Су-57, вероятно, будет переименован по мере разработки. Як-150 Российские военные источники и государственные СМИ подтвердили, что в настоящее время ведутся работы над истребителем следующего поколения, способным к вертикальной посадке, преемником Як-141, пишет обозреватель. Эта разработка достигла стадии прототипа еще накануне распада Советского Союза, но последовавший за этим экономический кризис вынудил приостановить проект. Между тем, Як-141 был самым продвинутым истребителем, способным к вертикальному взлету из когда-либо созданных. Такие возможности находят применение как ВМС, так и ВВС. Россия планирует построить как минимум два тяжелых десантных корабля-амфибии, которые могут служить легкими авианосцами водоизмещением от 20 до 35 тысяч тонн. Первые два из них будут заложены на крымских верфях в 2020 году. Они смогут функционировать в качестве авианосцев только после того, как станут доступны специализированные ракетные самолеты с вертикальной посадкой. Россия унаследовала сильную техническую базу от Советского Союза, а значит условный Як-150 может включать в себя ряд характеристик, несвойственных Як-141, в том числе уменьшение радиолокационного профиля, радар с активной фазированной антенной решеткой и новые боеприпасы, в частности гиперзвуковая ракета класса «Воздух-воздух» Р-37М. А что думают зрители канала по этому поводу? Жду вашего ответа в комментариях под видео. А на этом до свидания на самом лучшем канале из сферы ВПК. До встречи с самыми лучшими подписчиками и зрителями канала ТОП-АРМИ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин